Ольга Гудкова. Записки манекенщицы. Глава первая. Я сидела в жутко холодном троллейбусе. Все его окна были затянуты инием, и я начала очищать стекло пальцем не столько для того, чтобы посмотреть, где я еду, а скорее для того, чтобы почувствовать себя частью этого города, глядя на его огни и проспекты. Мимо меня прошла кондуктор, и на долю секунды у меня появилось ощущение, что сейчас она мне сделает замечание. Откуда возник этот тревожный звоночек в моей голове? Наверное, это просто привычка, что женщины советского общества так и пытаются сделать тебе замечание по поводу и без него. Хотя, безусловно, ничего преступного в том, чтобы стереть ини со стекла, не было. На вид женщине было лет пятьдесят, но я была готова поспорить, что на самом деле гораздо меньше. Представляю, насколько тяжела работа в таких условиях, и не мудрено, что она выглядит значительно старше своего возраста. На ней была засаленная куртка, которую она, скорее всего, носила уже несколько зим подряд. Перчатки, у которых были обнажены пальцы для удобства открывания билетов, а также меховая шапка на голове. Судя по всему, это когда-то был заяц. Женщина выглядела немного подвыпившей. Наверное, так она скрашивала свои рабочие будни или согревалась в этих жутких условиях. Никогда не могла понять, почему в троллейбусах настолько холодно. Ведь другие виды транспорта как-то отапливались такой мороз. Однако сейчас меня это не волновало. Я была абсолютно счастлива. Наверное, я никогда не была так счастлива. Меня только что приняли в модельное агентство. Моя самая хрустальная мечта осуществилась. Теперь я не просто провинциальная девчонка. Я манекенщица. Казалось, что мир вокруг перевернулся. Все вдруг стало важным, все стало другим. Моя поездка на троллейбусе вдруг стала значимой. Мне оставалось ехать еще несколько остановок. Я закрыла глаза и подумала, какой может стать моя жизнь. Я представила себя живущей в Париже. Здесь я всегда представляла себя одетой в объемный черный свитер с высоким воротником. Темные узкие джинсы, белые кеды и большие темные очки. Я покупала бы еду на рынке, где она уютно разложена по корзинкам. На завтрак я обходилась каким-нибудь фруктом. Вечером, если оставались силы после тяжелого рабочего дня, жарила артишоки. У меня практически бы не было времени на то, чтобы любоваться Эйфелевой башней. Да я и бы стала уже немного парижанкой, чтобы заниматься этой ерундой. И ходить в лувр. Если в моем графике выдавался свободный день, то я отсыпалась до обеда, а затем делала пробежку по булонскому лесу. Жареные артишоки сами себя не сожгут. Еще я поглядывала на телефон, так как ждала, что мне перезвонят из Ив Сен-Лоран. Мне безумно хотелось быть в их образе дорогой рокенролльной проститутки. Я всегда интуитивно чувствовала, что он мне подходит. Из моих мечтаний меня вывел водитель троллейбуса, который включил микрофон и объявил название остановки. Это была моя остановка, и я ринулась к выходу. При выходе из транспорта я, пытаясь не подскользнуться на каблуках, выбросила билет в урну и направилась в сторону дома. Мне хотелось снова и снова прокручивать в голове этот важный момент, чтобы убедиться, что это реальность. Еще час назад я сидела на небольшом диванчике в холле и заполняла анкету. В графе «Место рождения» мне было жутко стыдно писать, что я родилась в деревне, но выбора не было. Если я совру, правда, вероятнее всего, всплывет и будет еще хуже. Я аккуратно вывела название поселка на бумаге, еще раз пробежалась глазами по листку бумаги, проверяя, все ли заполнено. Черт, почерк у меня ужасный. Надеюсь, что здесь это не имеет значения. Я подошла к администратора за стойкой и протянула анкету. Девушка ее не взяла и сказала мне ожидать на диване. Я вернулась на свое место и еще раз огляделась по сторонам. В помещении больше никого не было. И тут вышла она. Она казалась мне богиней. Длинные черные искусственные волосы, неестественный загар желтоватого оттенка, который был на пике моды и изобилия макияжа на лице. Мне казалось, что иметь искусственные волосы гораздо шикарнее, чем свои. Ведь это говорит о том, что ты можешь позволить себе дорогие салоны красоты. А искусственный загар был показателем того, что ты ходишь в солярий. Солярий казался мне чем-то вроде показателя изобилия жизни. Если ты его посещаешь, то принадлежишь к совершенно другой социальной прослойке. Добрый вечер, сказала она и присела рядом со мной. Меня зовут Галина. Ее не могут звать Галина. Я думала, что ее имя Аврора или Ярослава. Имя Галина мне напоминало никак не образ богемы, а скорее сухой куриный бульон из рекламы. Я представилась ей, глупо улыбнулась и старалась держаться как можно увереннее. Нельзя показывать из твоего страха. Она должна думать, что прийти в такое место для меня – обычное дело. Галина быстро изучила мою анкету и, скорее всего, даже не обратила внимания на мое деревенское происхождение. Она еще раз уточнила рост и сказала, что я подхожу. В этот момент у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Послезавтра жду тебя на дефиле. Нужно будет принести туфли на каблуке. У манекенщицы обязательно должно быть два вида туфель. Черные и бежевые на шпильке. Это база. Они нужны всегда. Высота каблука не менее десяти сантиметров. Никаких бантиков, страз и прочей мишуры. Это должны быть лаконичные классические лодочки. «Господи, нужно купить целых две пары туфель», мелькнуло у меня в голове. Я с трудом бы могла найти деньги даже на одну. Но ничего, я что-нибудь придумаю. В крайнем случае откажусь от еды. Самое главное – меня взяли. Эта мысль нежно разлилась у меня внутри. Все проблемы решаемые. Самое главное – я тут. Я – часть этого мира. Мира моды. Ноги замерзали, и я ускорила шаг. До дома оставалось метров двести. Мои сапоги явно были не предназначены для такой погоды. Но разве манекенщица может расхаживать в других? Нет. Я должна всегда выглядеть на все сто. Даже когда иду с троллейбусной остановки. Я посмотрела на себя со стороны. Теперь, будучи совсем в другом статусе, мне казалось, что многое в моем стиле нужно изменить. Например, я не должна ходить в куртке. Это никак не вязалось с образом манекенщицы. Мне нужно приобрести теплое пальто с меховым воротником. В идеале еще и шубу для более холодной погоды. Берет с выглядел достаточно стильно. И его я одобрила. Сапоги на шпильке тоже можно оставить. Они были выполнены из синей замши и смотрелись действительно неплохо. Совсем недавно я купила их на распродаже. Со временем я изменю свой гардероб.